Всем здравствуйте! Сегодня у нас очень интересное платье, трикотажное, приятное, мягкое, комфортное. Ну то есть о нем можно рассказать много всего хорошего и еще здесь не сложный, но интересный крой. Я вот так вот сейчас вот покручу-поверчу и сейчас вам все расскажу. Платье из трикотажа, трикотаж в полоску. Сейчас я покажу технический рисунок там, где будет видно направление полоски. Трикотаж мы использовали в две стороны, то есть здесь вот у нас идет и изнаночная сторона на манжетиках. По крою отрезное, но отрезное оно с перепадом длины, то есть спинка получается длиннее, спереди получается короче, карманы с отрезными бочками. И вот эта деталь, которая боковая, она идет полностью цельнокроеная, то есть она переходит с одной стороны, спереда на спиночку. По плечевой линии здесь совершенно маленький отрезок, а дальше вот цельнокроеная деталь, мы ее краим так, что она у нас не имеет скоса плеча, а вот здесь присборка маленькая в виде фонарика, то есть очень интересно смотрится и легкая в исполнении. Мы сегодня работаем с трикотажем, это у нас стрейч-кулир из интернет-магазина Тори Ткани, ссылочку вам оставим в описании. Этот магазин делает отправку по всему миру и для зрителей нашего канала предоставляется 10% скидка при первом заказе. Нужно только указать промокод ткани женщины. Стрейч-кулир, с которым мы сегодня работаем, производство Турция, ширина 1,75 м и здесь 95% хлопка, 5% эластана. Платье мы сшили здесь с коротким рукавом, это конечно же длина будет регулироваться по вашему усмотрению. И по спиночке прекрасно вот сюда вот вписалась панель, которая тоже с этого магазина. Абсолютно одинаковые они по структуре, по толщине, потому что и это стрейч-кулир, и это стрейч-кулир. Я уже заговариваюсь, простите. Но при этом все дополняется. Кто не хочет делать панельку, пожалуйста, не делаем. Мы показываем моделирование и раскроем. Иногда в наших видео мы показываем, что-то моделируем, что-то делаем. И тут мне пишут, срочно убрать, срочно срезать, еще что-то. Я приказы не буду выполнять. Вы для себя их, пожалуйста, делайте эти приказы и воплощайте в жизнь. А теперь давайте рассмотрим технический рисунок. Итак, на техническом рисунке вот я вам показываю перепад длины. Он абсолютно небольшой. Присборка мягкая, то есть ее практически нет, она мягенькая-мягенькая. Вот здесь вот по карманам мы видим подрезные бачка. Они идут с изнаночной стороны. С изнаночной стороны обработка рукава и горловины. Полоску мы расположили вертикально. Вот в этой части с цельнокроенным рукавом и этой деталью переходящей, как я вам говорила, она расположена у нас горизонтально. И вот здесь под наклоном. Точно такая деталь по спинке. Это панелька. Платье можем рассмотреть. Платье я буду отдавать. Оно на меня немножко великовато. И поэтому посадка немножко не та. Что не так, я вам сейчас рассказываю, показываю. Значит, ну вот так вроде бы нормально, но когда я становлюсь боком, мне хочется его немножечко, немножечко, ну как бы сделать, чтобы оно было и свободным, но чтобы оно не было таким, ну, большим на меня. Потому что за счет груди у меня, ну, вот здесь вот все уходит, а живота нет. Поэтому, ну, если вы будете шить на подобную фигуру, то можно сделать посадку чуть больше. Мы будем платье это отдавать на фигуру там, где бедра пошире. Поэтому оно как бы, ну, вот так вот немножечко разойдется и будет тоже неплохо. Нашивка прекрасно сюда вписалась. Мне она нравится. И она дополняет платье, она разбавляет эту полосочку, которая есть. Ну, а сам трикотаж, он, конечно, очень мягенький, очень приятный, нереально приятный. Я, когда его получила, даже думала, что же с него шить, какое платье. Или это может быть какой-то халатик очень классный, уютный. Это может быть какая-то туника, это может быть просто гольфик, это может быть пижама. Ну, то есть разнообразие для пошива из этого трикотажа может быть абсолютно-абсолютно велико. И, конечно, приятный оттенок. Сегодня, работая с полоской, мы вот ее абсолютно по-разному разместили для того, чтобы не было проблемы совмещения. И совмещали ее только по боковым срезам вот здесь вот. Все, больше нигде. Ну, даже если она здесь чуть-чуть там не совместится, здесь у нас руки все-таки не видно. Это я говорю для тех, кто боится полоску и кто боится ее совмещать. А так, смотрите, здесь у нас направление одно, здесь у нас направление другое, здесь у нас направление третье. Карманы изнаночная сторона. Все прекрасно, все гармонично. Начинаем моделировать. Значит, полосочку мы можем с вами как-то обыграть, сделать что-то интересное. И вот здесь вот фактура абсолютно одинаковая. Значит, мы тоже можем его использовать. Я имею в виду вот этот фрагмент, как отдельную деталь выкройки платья. У меня их две, но я ставить все-таки буду пока одну. Итак, берем выкройку, основу для трикотажа, именно для трикотажа, без выточек. И начинаю сразу с ней работать. Поскольку я хочу расположить эту деталь, этот фрагмент по спинке, я знаю его длину. Длина у него 50 сантиметров. Поэтому я сейчас на величину 50 сантиметров буду опускаться вниз. Но при этом, вот смотрите, от высшей точки, да, вот отсюда. Но при этом я понимаю, что мне надо еще припуск на шов. Я же сшивать его буду, поэтому сразу я делаю вот так вот припуск. И от этой точки, потому что мне припуск надо с чего-то будет сделать. Я отмечаю, вот я получаю 50 сантиметров. Но у меня еще должен быть припуск на шов. Значит, я еще поднимаюсь миллиметров на 8. И в итоге я получаю, что по линии бедра я могу опуститься вниз на 6,5 сантиметра. И вот так вот 6,5 сантиметра я обозначаю. Значит, у меня его величина 50 на 27. На 27. Значит, 27, если я буду делить пополам, это 13,5. Я его вот здесь буду располагать. Минус сантиметр. То есть я беру 12,5 сантиметра, потому что мне нужно будет его пришить от середины. И вот здесь будет располагаться эта деталь. Я прошу прощения, я приболела. У меня иногда голос ничего, иногда как садится. Поэтому извините. Итак, теперь я поднимаюсь вот так вот вверх. Я нарисовала контуры. Нам никто не мешает, если мы хотим сделать его фигурным. Пожалуйста, делаем. Делаем, ну, как вздумается. И я хочу сделать вот еще что. Рукава мы такие вот не делали, поэтому хочу попробовать сделать вот здесь вот как бы присборку. Цельнокройный рукав и присобранный. Значит, вот у нас точка. Я опускаю дальше линию горловины. Вот, да, и пошла горловина. Теперь от этой точки, вот так вот под прямым углом провожу линию. Вот так. И теперь проверяю. У нас должна быть одинаковая величина. Вот здесь вот 49,3. Что-то так как мало. Ну, нормально будет. И 49,3. В принципе, вот здесь вот шов мы закроем. Здесь мы тоже уже с вами все учли. Теперь дальше смотрим. Вот здесь у нас как бы и будет располагаться. Вот он, воздушный шар. И корзина его, да. Вот здесь вот. Вот мы прорисовали. Здесь у нас все хорошо. То есть дальше я хочу поступить таким образом. Поработать сейчас рукавом, но предварительно поработаем с нашей выкройкой, потому что она имеет у нас отрицательные здесь припуски на свободу и облегание. А я хочу наоборот дать свободу. То есть чтобы было платье такое комфортное, свободное. Поэтому я вот здесь вот сейчас на 2,5 см расширяю. И дальше делаю следующее. Смотрите, вот у меня идет параллельная линия. Я сейчас просто вот так вот вывожу как бы к линии бедра. То есть вот здесь я свободу добавила, а по линии бедер, вот здесь свобода тоже есть, да. Вот мы с вами получили вот эту величину. Я ее вот так вот прокладываю. Здесь тоже будет отрезная деталь. То есть а юбка, пока вот так вот я свожу, дальше мы будем ее раздвигать. И вот здесь немножечко, немножечко сделаем с вами припосадку. В этой части абсолютно прямая линия. При желании можем ее, конечно же, с вами как-то сделать вот такой вот. И эту точку выведем на деталь переда. Значит, вот здесь давайте я сделаю так, 5,5 см. И здесь тоже отмечаю, где 5,5 см. Чтобы была одна величина. Теперь, вот теперь мы можем работать с вами с рукавом. Значит, вот линия проймы. Сейчас давайте я еще ближе так подвину, чтобы было лучше видно. И немножко сейчас... Ну, я вот смотрю на камеру, все вроде бы видно, все хорошо. Хорошо. И немножко сейчас с вами освободим линию рукава. Вот здесь на 3 см проймы. Проймы и рукава. Вот так вот опустим. Длину я делаю 20... Ну, 28 см. Может, это будет и много. Давайте так. Я делаю 20... Нет, пускай будет 28. Все. Вот, 28 см. Вот здесь длина рукава. И теперь, вот здесь я делаю следующее. Ну, я вот так вот, как бы, практически соединяю и делаю совсем-совсем. Вот здесь вот сантиметр-полтора. Вот так вот. Но сначала нам нужно сделать какую-то часть под прямым углом. Ну, хотя бы сантиметра 3. А теперь вот так вот дальше делаем следующее. То есть, уходим. Отсюда я увеличила. Здесь я сделала отступ хотя бы сантиметр-полтора. Вот. И потом дальше пошла у нас прямая линия относительно вот этой линии. А дальше уже все вот так вот. Вот. Все. И вот сюда мы с вами сможем потом пришить вот такую планочку. И все присобрать. То есть, чтобы рукавчик был присобранный. Теперь деталь мы с вами обсудили. Вот она есть, место расположения. Вот здесь по полоску. Ну, я, допустим, вот так вот буду ее располагать. То есть, я сейчас вижу вот так. Вот в таком направлении. Вот здесь вот совмещать ее вам или не совмещать, вы тоже сами определитесь. Как захотите. А здесь полосочку я хочу расположить вот так. Ну, пока вот так у меня идет. То есть, вот эти детали. Я пишу спинка. Потому что у нас будут разные с вами вот эти линии, по которым мы отрезаем переда и спинки. Здесь тоже пишу спинка. Линия плеча. И теперь дальше поработаем немножко с линией горловины. Вот теперь я могу на пару сантиметров ее расширить и на сантиметр где-то углубить. Все. Вот так вот мы сделали. Теперь вырезаю. Пишу вот здесь сгиб. Будем расширять юбку. К линии талии. Вот здесь вот я хочу все-таки сделать вот так. Обозначить линию талии. Я все-таки хочу, чтобы оно было не таким вот обрубком, а немножко-немножко нам с вами дало возможность показать женскую фигуру. Так, прямая линия. Пока отрезаю. И вот здесь по прямой отрезаю. То есть ничего пока не срезаем. Это нам нужно для того, чтобы мы с вами поработали с полочкой. Работая с полочкой, делаю то же самое. Вот от этой точки. Но здесь мы с вами на один сантиметр уже приподнялись. Или почти на сантиметр. То есть припуск нашел у нас вот здесь есть. Вот здесь у нас есть по вот этой линии, по плечевой, припуск на шов. Вот здесь мы уже ее не делаем. Но если сделаем, тоже страшного ничего не будет. Я иду, платье дальше немножечко пойдет. Теперь смотрю, под прямым углом дальше провожу линию. Но у нас здесь будет, смотрите, вот так вот, если я прикладываю. Вот, дальше, видите, у нас не будет хватать длины. Но это не столь важно. Здесь можно доклеить, можно потом обвести и по углублению. Здесь тоже сантиметра на два расширяю и углубляю. Ну, вот так. Может больше, может чуть-чуть меньше. Но вот эта часть должна быть на одной линии. Теперь сразу же отмечаю вот эту вот точку. Она нам тоже нужна. Сюда доклею бумагу, чтобы было легче работать. И теперь рисую линию следующую. Но для этого сейчас с вами сделаем абсолютно одинаковыми линии талии. Совмещаю. Так, вот она у меня, эта линия. Здесь тоже ровняю. И вот я вывожу вот эту вот линию. Вот она у меня. Вот, видите, я вот здесь вот все обозначила. Так, нет, вот. Сейчас заново пересмотрю. Вот, вот так вот. Вот эта линия правильная. Вот эта. И дальше, смотрите, вот у меня точка. А теперь я иду к линии талии. Ну, вот здесь на пару сантиметров ниже я опускаюсь. И пошла у меня вот так вот. Вот такая линия. Дальше к линии бедра. Ну, можем вот здесь сразу. У меня вот здесь прям я ничего не увеличивала, да. Ну, и в этой части хочется увеличить. И в этой части хочется увеличить. Ну, как бы визуально видно, что нужно придать форму. Но это может быть абсолютно даже... Вот здесь и прямая линия, она присоберется. Пишу полочка. Здесь у нас сгиб. Здесь тоже у нас сгиб. Теперь карманы. Вот здесь сразу мы можем с вами по вот этой вот линии, вот которую мы сделали, вот здесь сразу расположить, допустим, карманы. Вот у нас будет вход в карман. Можем обработать его. И вот, допустим, вот я прорисовываю. Смотрю, достаточно ли моей руке. Да, достаточно. Глубина кармана. Вот я сразу его тоже рисую. И вот эти детали. Вот у нас боковая часть кармана. Значит, смотрите, вот она. Я сейчас ее прорисовываю. Вот, да, идет. Вот такая цельнокройная. А вот от этой линии дальше, вот смотрите, следующую. То есть я вырезаю два, две детали кармана. И вот пошла мешковинка. То есть здесь мы карман прорисовали. Вырезаем. Юбку при раскрое мы с вами расширим. Тоже я хочу, чтобы вот здесь были полоски расположены вот так. Кстати, на карманчике мы можем их расположить по-другому. На боковой детали. И теперь поработаю с полочкой, с ее верхней частью. Значит, здесь для раскроя все готово. Эту часть пока откладываю. Теперь дальше смотрим. Вот мы наметили деталь. И дальше располагаем следующим образом. Значит, опускаемся вниз. Это может быть либо прямая линия, либо, если мы хотим, мы можем немножко ее изменить. Я имею в виду, что расстояние можем взять здесь больше, здесь меньше. Как бы на сужение. Я вот сделаю именно так. Насколько я хочу заузить, сейчас я вам тоже скажу. Значит, здесь прямой угол должен быть. Значит, у меня 11,5, почти 12. Ну, давайте мерить где-то в одном месте. Ну, например, вот где я линию горловину сделала, да? Опустила. Здесь 12 сантиметров. А по линии талии я взяла 10. Ну, то есть разница в 2,5 сантиметра, наверное, от этой точки до нижней. Так, вот здесь теперь на месте расположения рукава. Сейчас посмотрим. Подкладываю. Вот у меня плечевой шов, линия горловина. Вот здесь и смотрю, какой величины мне надо. Ну, вот так, да? Допустим. То есть я подкладываю листики и сейчас их закрепляю. Делаю это только для того, чтобы мне было удобно потом работать. Так, вот так. Прикладываю. Равняю. И обвожу. То есть вот у меня прямая линия. Здесь все понятно. И вот пошла у меня линия рукава. Вот так. То есть у нас обычно я делаю так, чтобы спереди я убираю. И здесь у меня наклон больше, но у нас это будет цельнокроенная деталь. То есть у нас вот здесь не будет никакого шва. Вот эта деталь цельнокроенная. Поэтому я сейчас ее тоже вот так вот соединяю. Она может быть и не цельнокроенная. Я вот сейчас так говорю, что она у нас будет цельнокроенная. А сама даже не понимаю, хватит ли у меня ткани и как у меня что выложится. Но потом уже в процессе раскроя, если что-то у меня не получится, естественно, я быстренько сориентируюсь и могу что-то изменить. Поэтому направление нити, если не нити, а полоски, конечно же, у нас будет одинаковое. То есть в этом направлении. А вот средняя деталь переда, поскольку она у нас отрезная, вот здесь все-таки будет шов. Вот здесь будет шов. Поэтому сделаю следующим образом. Я же вот здесь припуск, я сейчас рассуждаю, я уже сделала припуск на шов. Ну, когда я буду пришивать, ничего страшного, если я вот здесь вот потом маленькие уголочки, вот эти по 5 миллиметров срежу, либо они даже вот здесь вот припосадятся. Ничего страшного, я имею в виду, что здесь шов будет и припуск мы уже заложили. А вот эту деталь я могу сделать наклон, ну, чтобы она была там вот такая вот, допустим. И тогда нам не будет необходимости соединять полоски. Здесь нам вообще не будет. И здесь полоски пошли вот так вот вниз, тоже не надо. Все, теперь вырезаю. И можем с вами сразу приступать к раскрою. Кстати говоря, вот там, где мы с вами соединяли плечевой шов, и я рисовала полоски. Если вдруг у нас получится так, что, ну, не совсем я выдержала правильно вот этот угол, да, ну, вот этот угол, я имею в виду, он же может быть не прямой, а я вижу, что я его, ну, не совсем, наверное, выдержала. Может быть. А может быть и нормально. Но я буду смотреть относительно, строить относительно вот этой спинки, потому что здесь же у нас наклон будет. Значит, а относительно спинки я потом проверю, чтобы у меня была вот эта вот точка, и вот эта точка, чтобы шла, выкладывалась в одну линию. И если надо будет или чуть-чуть раздвинуть, или чуть-чуть вот здесь вот так вот, ну, как бы, забрать, естественно, я это сделаю. Сейчас не буду заморачиваться и ничего вымерять. В этом просто нет смысла. Так, деталь с воздушным шаром. Вот она. Естественно, мы ее вырезаем, складываем вот так вот вдвое, равняем полностью все срезы. То есть я не буду это сейчас при вас делать. Это вы сделаете каждый, чтобы не забирать ваше время. Линия сгиба. Вот у меня линия сгиба. Прикладываю. Вот здесь мне надо только полностью-полностью открыть. Вот так вот и вот так вот. И дальше, смотрите, вот здесь как раз будет у меня еще припуск на шов. Видите, вот у меня, ну, тут меньше, там больше. Но не важно. Я имею в виду, что вот здесь я сказала 27 сантиметров. Может здесь 28. Ага, здесь 28. Все. То есть вот у меня деталь это есть. Припуски на швы с одной и с другой стороны. Поэтому я ее не трогаю. Так вот она у меня и остается. Я ее вшиваю. Единственное, что я вырезаю только линию горловины. То есть вот так вот вырезаю и деталь готова. Воздушный шар идет вверх. Так, сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что вот эту деталь я хотела сделать цельнокройной. Но я вижу, что у меня недостаточно будет. Ширина ткани метр семьдесят, длина ее полтора метра. Мне недостаточно будет потом на юбку. Юбку же я хочу вот так расположить, полосочки. А эти вот так. Ну, поскольку здесь у меня может быть как цельнокройная деталь, так и шивная. То есть я могу стачать, ничего страшного. Я ее пока откладываю в сторону и, естественно, начинаю сейчас с юбки. Может у меня и получится. И цельнокройная. Сейчас тоже посмотрю. То есть складываю пока вот так. Смотрю, какая здесь у меня ширина. Достаточно мне будет, ну, или не будет достаточно. Здесь полтора метра. То есть я имею в виду, что присборка, она может быть как больше, так может быть и меньше. Каждый тоже определит для себя. Я сильно, ну, как бы широкое делать не планировала. Ну, хочу такую легкую-легкую присборочку все-таки сделать. Поэтому ровняю. И сейчас буду вырезать здесь юбку. Так, теперь показываю, чтобы было более понятнее. По струльку у нас полоска, значит, мы смотрим, чтобы полоски были правильно вырезаны. Ну, бывает иногда здесь у нас все ровненько, все хорошо. Полосочка четко заканчивается, да. Ну, вот я имею в виду, чтобы вы определили. Складываю я вот здесь у меня кромка. Потому что полоску я в другую сторону. С полоской так, ну, будем играться. И сейчас я беру просто и вырезаю таких, ну, для удобства кроя, два прямоугольника. Спереди юбка у меня длиннее. Поэтому я замеряю, сколько здесь у меня. 57 сантиметров. Значит, я выкраиваю 60 сантиметров. Вот сейчас я просто отрезаю полоску длиной 60 сантиметров. И так неудобно, и так неудобно. Так, вот я отметила 60. И отмечаю еще 60. Сразу провожу линию. И вот отрезаю. Вот этот прямоугольник. Потом вот здесь он будет у меня, естественно, фигурным. И я сейчас отрезаю его дважды. Что я имею в виду? Я отрезаю сейчас вот длина. Так, еще раз сейчас все перемирю. И делю его пополам. И разрезаю еще пополам. И потом у меня будет идти удобно раскрой юбки. И сразу же буду я смотреть, что у меня выкладывается или не выкладывается дальше. Теперь смотрите. Вот я складываю края. Вот здесь вот ровняю. А я полоски проверила, чтобы у нас были одинаковые. И вот полоска, по которой я сейчас должна вырезать пополам. Разрезать вернее. А потом складываю вместе и уже делаю фигурным вперед. Фигурная спинка. Располагаем по длине. Вот так. Здесь сейчас поровняю. Все скалываю булавочками, чтобы мне было удобнее работать. А потом показываю, что я делаю дальше. Итак, пока еще для юбки мне помогают скалывать. Я смотрю дальше. Все, вот у меня теперь я могу, я теперь понимаю, что цельнокроеная деталь, которую я хотела сделать. И вот так должны идти полоски, у меня теперь вмещается. Потому что пока я не вырезала юбку, я тоже не могла это знать и понимать. Поэтому я сейчас складываю вот так вот вдвое. На нужную ширину. И чтобы были здесь еще припуски на швы, можно чуть-чуть уже сделать. И вырезаю. То есть вот в таком направлении две детали. Складываем лицом к лицу, либо изнанка к изнанке. Как вам лучше там видна ваша полосочка. Вот полоска, вот полоска. И вот здесь мне хочется... Смотрите, ну вот здесь у меня пошел чуть-чуть уголок вот такой. Я его сейчас вот так вот закладываю. Ну, как бы ровняю. Вот здесь несколько миллиметров. И здесь у меня выкладывается тогда прямая линия. По спинке идет прямая линия. По полочке немножечко уходит. Ну, ничего страшного, это все нормально. Все, теперь я беру, прикладываю и вырезаю. Делаю припуски на шов. Это обязательно. Вот здесь делаю припуски и вырезаю эту деталь. Итак, вот я обозначила, все вырезала две детали. И обозначила точку плечевую. Вот здесь высекли. Откладываем в сторону. Линия сгиба. Это полочка. Расположение, как мы с вами решили, могут быть точно таким, как я нарисовала. Могут немножечко меняться. То есть тоже каждый... Смотрите сами. Это не столь важно. Тоже выкладываю. Вырезаю с учетом припуска на швы. По линии горловины никакого припуска нет. Здесь вырезаем. В два слоя. Так. Припуск на шов у нас уже здесь заложен по плечевой линии. Я имею ввиду. А здесь мы припуск на шов все-таки делаем. Сшивать буду на верлоке. Не забываем, что здесь у нас такая фигурная линия. Вот она и внизу. Она идет фигурная и должна быть фигурной. Высекаю середина переда. И вот мы с вами получили вот такую деталь. То есть вот она идет под наклоном. Все хорошо. Две детали боковые мы вырезали. Смотрите, вот у меня еще кусочки остались. Теперь юбку уже все сколото. Направление еще раз проверяем. Все ровняем. Вот я все подровняла. И теперь смотрите, мне нужно будет вот у меня сгиб от сгиба. И поскольку я отрезала 60 сантиметров, я делаю припуск на подгибку. Низа с одной стороны и с другой стороны я делаю припуск на шов. А дальше вот смотрите, мы с вами можем вот эту вот плавную линию, куда же мой мел делся, вот он. То есть опускать, ну постепенно, что я имею ввиду. Значит смотрите, вот здесь припуск мы с вами на шов отступаем, допустим, 5 миллиметров, да. Ну я имею ввиду, вот я сейчас прорисовываю линию. Здесь прорисовываю линию, кромку я срезаю. Она мне будет не надо, и подгиб у меня здесь будет тоже небольшой. Совсем небольшой, около сантиметра, больше мне не надо. И теперь смотрите, я просто юбку могу либо разрезать и сдвинуть вот сюда, либо вот я беру сейчас и припуск делаю на шов. И по чуть-чуть меняю вот эту вот линию. Видите, вот я беру, и вот она у меня пошла, пошла. И вот так вот сюда, вот я на вот эту вот точку должна выйти. И вот у меня как раз и припуск на шов. То есть я сделала плавный-плавный переход. Видите, вот так. При желании мы с вами можем сделать немножко вот здесь вот больше, ну как трапецию. Поэтому вот здесь сантиметра 3 я вот так вот уберу и выведу вот сюда. А вот здесь вот сантиметр срежу для того, чтобы не было провисания. То есть вот так я вырезаю. Вот у меня середина переда. Здесь же у меня еще карманчики идут. Поэтому сейчас я буду срезать для карманов все, что нужно. Булавки на место. Точно так же сейчас делаю спинку. Это карман с подрезным бочком идет. Есть у нас мастер-класс. Поэтому ссылочку мы вам оставим в описании. Естественно, вы этот карманчик при желании сами себе сможете сделать. И в этих карманах, вот кстати, мы можем с вами обыграть лицевую и изнаночную сторону. То есть карманы мы будем вырезать вдвое, две детали. А потом, если их мы поменяем с вами местами, то естественно мы с вами получим эффект того, что карман может выглядывать вот так вот изнаночной стороной. Теперь смотрите, я беру и вырезаю карман. То есть вот эту деталь. Сейчас мы с вами и здесь все сделаем тоже. Но пока я вот так вот вырезаю карман. Со спинкой закончим. Теперь закончим вот здесь вот нашу нужную деталь переда. Карман. Складываю вдвое. Вот здесь вот направление вы посмотрите сами. Я буду брать то направление вот так вот. Пока я его сделаю вот таким. Здесь направление каждый сам выбирает. Сейчас это отбину, чтобы мне ничего не мешало. Когда хочу быстро, получается наоборот, не очень быстро. Вот давайте отсюда начну. Я же еще смотрю, где взять, чтобы мне и ткань как-то сэкономить немножко. Так, вот здесь вот складываю. И сейчас вырезаю вот такие вот четыре детали. То есть две и еще две. Четыре детали кармана абсолютно одинаковые. Мы вырезаем. Вырезаем с припусками на швы. И не забываем, что мы делали вот здесь вот трапециевидную линию. Поэтому вот здесь я, ну, как бы тоже сняла, повторила вот этот контур, прикладывая. Теперь я беру карман и вырезаю вот так вот. Вот вход в карман. Да, у нас идет. Берем две детали. У нас их четыре. Мы две берем. Две откладываем в сторону. Прикладываем, ровняем по боковому срезу. Вот здесь вот, чтобы у нас все-все было одинаково. Если что-то нужно осноровить, вот смотрите, сейчас мы с вами все это осноравливаем, все меняем. Вот так. Прикладываем. Вот у нас вход в карман. Вот так. Здесь у нас припуск на шов. И сейчас вот я вот так вот прорисовываю и вырезаю вместе сразу вот так. Вот так. И ровняю потом еще вот здесь, потому что тоже у нас вот тут, видите, немножечко как бы излишек получился. Поэтому складываю вот теперь вместе еще раз, то есть вторые части. Переворачиваю наоборот, чтобы все-все было ровненько. Вот здесь вот надо не поспешить, все вот так вот выровнять. И теперь вот эту часть вот так я сейчас срезаю то, что лишнее. Все. Вот мы с вами получили детали. И вот эту вот деталь кармана я все-таки, видите, вырезала ее вот в таком же направлении, чтобы была одинаковая растяжимость, как и на юбке. И мы можем ее сделать с вами вот так. То есть таким образом можем выделить. И вот пошла сюда деталь вторая, которая пришивается. И вот мы с вами получаем, естественно, карман. При желании вот здесь вот можно будет сделать какую-то отделку. Можно не делать, но я имею в виду можно выделить, можно не выделить. Здесь уже каждый, смотрите сами, как вы считаете нужным. Карманы я складываю, юбку складываю. Остается мне вырезать, это я сделаю без вас, там, где у меня идет воздушный шар. И по спинке, юбка спинки. Точно так же я сейчас беру вот здесь вот, снимаю 3 сантиметра. Ну, во-первых, сейчас сделаю так, чтобы кромка была, я ее буду срезать. Вот так. Теперь отмеряю 3 сантиметра. Вот так. А здесь у меня длина другая, спереди у меня длиннее. Поэтому я могу взять деталь юбки и приложить, а я уже сколола, чтобы вот эти боковые линии, то есть вот так мы берем и раскладываем с вами, чтобы определить длину. Так, вот так и сюда, естественно, сразу было надо вам показать, чтобы мы вот эту деталь вырезали. Вот если вы будете так делать, как я, то сначала вырезайте деталь вторую юбки, а потом уже карманы работаете. А я же хочу сразу все, поэтому, естественно, я показываю. То есть вот мы с вами определили, вот мы с вами выложили карман, так как он должен быть. Здесь мы с вами проведем линию. Ну, я сейчас все сдвину, разложу, чтобы красиво было, потому что у меня здесь подзагиналось. Здесь делаю припуск 1 сантиметр на подгибку низа. Повторяю точно так же фигурную линию. Она у меня здесь спрямленная, только вот здесь чуть-чуть-чуть-чуть выходит наверх. И вот так вот я ее, естественно, прорисовываю, вырезаю и можем с вами уже шить платье.